Формет Достар Формет Достар, дорогие друзья, всех вас приветствую в этом зале. Каждый год в течение уже ряда лет мы проходим по этому маршруту и встречаемся в этом зале. Этот институт возник 15 лет назад, когда еще программы Рухани-Жангару вообще не было в нашей республике. Рухани-Жангару – это модернизация, развитие общественного сознания. А в этом университете идея возникла и она развивается по-настоящему и с чем я всех вас и весь Казахстан поздравляю. Потому что пример аграрного университета он должен быть распространен и на другие университеты, области. Вот нас встречает здесь малая ассамблея народа в Казахстане. Нигде ни в одном университете я раньше не видел. Сейчас уже начинает появляться, наверное. Но она не так оформлена, как здесь. У здешнего малая ассамблея, здешний уже опыт есть, хороший большой опыт. И мы и дальше ожидаем развития вот этого, продолжения этой важной традиции. Вот и на наш праздник сегодня приехали. Тоже регулярно приезжают мои друзья из Москвы. Один однокашник, а другие сотрудники. Вот Борис Ряховский. Это мой однокашник по литературному институту. Вот. Он все уже, все эти годы пишет повести во мне. Сейчас она потихонечку разговаривается в роман типа «Войны и мира» вообще. Ербек Алданов. У него фамилия такая Алданов сложная, потому что одни думают, это Алдан обманывает. А на самом деле Алдан – это когда-то казахи называли Аллах. Да. Потому что сдвоенное «Л» у нас превращается Алдэ. Молла, молда. Деемся. Аллах, Алда. Ну, какой-то второй смысл не очень хороший. Аллаху не подходит он, конечно. Вот. Но он придерживается первого смысла всегда в своей деятельности. Вот Вера, его подруга, давние наши друзья. Вот Слава Карпенко, он из Москвы, он из Калининграда прилетел. Он шел поучаствовать вот в этом мероприятии. И Маргарита Владимировна, командир вот этого мероприятия. Вот. Очень любимый мной человек. Много лет уже у нас. Не буду называть сколько лет, потому что здесь не все справятся со своей арифметикой с этим числом. Но очень хорошие, долгие хорошие годы. И пусть они продолжаются дальше. Вот. Всех вас обнимаю. И желаю каждому из вас в чем-то повторить путь нашего поколения. Из нашего поколения. Самые лучшие моменты нашего поколения, нашей жизни повторить вам. Бернист Владимир Владимирович, благодарим вас за ваши замечательные слова, обращенные к нам. Ведь вы когда-то сказали, молодость дана не для того, чтобы расправлять крылья, а для того, чтобы летать, делать чуть больше, чем тебе под силу. Работать, работать и еще раз работать молодежь. Эти слова звучат для нас как ваше мудрое наставление.